Вот идет еще одна красавица, девочка, которая любит украшения. За два дня она себе на челочку вот такую корону навешала. Ну, царица, царица. Украсила себе гривку обязательно. Да, мальтуська? Что у нас с хвостом? Ну, с хвостом нам еще повезло. Хвост у нас не особо. Теперь остается поставить стульчик, залезть на него. И не лениться выбирать вот эту вот корону ручками у мальтуськи. Вот эти вот. Я прыгать не хочу. Я буду стоять сверху над тобой и выбирать у тебя эти штучки. Вот такие они. Прикольные, так хорошо в три волосины вплились. Только начало. Даже на недостке. Надо было в репейник не залазить. Ну вот, у королевы. Это хорошо в три волосины. Корона снята. Вот, красавица. Переходим теперь к гриве. Будем разбирать ее. Вот эти колтуны. И сгриваем. Это хорошо, когда одна лошадка. Ну, ты разобрал и все. А когда у тебя их 4-5. Поэтому я люблю свою лошадку за то, что она придумала способ, как избавляться от этих колтунов. И потом мать не дергала. Вот так не дергала за гриву. Не выдирала с него колтуны. Особенно за хвост и за челку. Грива еще ладно. Бог с ним. Ага, ухудшает ситуацию еще. То ли ласка, то ли, как говорится, дворовой, который заплетает вот такие косички у лошадей. Не люблю тоже, как заплетет, приходится вручную. А тут еще и колтуны сюда вплела. Конюшенный дворовой, да, мальт? Хорошенько расчесываем. Тут кучери-кучери, вы меня замучили, короче. Вот это вот. Я хорошо напшикала от всей души. Уже обдирались конкретно. Но теперь почти красотка. Гривка расчесана. Продолжаем утенье. А здесь, ну, красиво, красиво навешиваемое украшение. Прям шикарное украшение. Маль, кто будет выбирать? Работай, работай, да? Хорошо, у нее три волосины. Прям шикарно. Волосы повыдержались. Короче, все бы то побросалось. Теперь избавились от всех колтунов. Да, не знаю, я вспотела. Просто. И это не так легко. Да, маль? Все, скажи. С вами на связи была школа коневладельца. От уха до копыта. И я, Юлия Дворецкая. И лошадь, мальта.